Примите, пожалуйста, мои посетительные поклоны, уважаемые преданные. Мы продолжаем чтение Шиши Тани Бхагаваты. Приндауна Сатакура в преддверии Ши Гуру Фурнима. Харе Кришне, уважаемые преданные, примите, пожалуйста, мои посетительные поклоны. Мы продолжаем чтение Шиши Тани Бхагаваты в преддверии Гуру Фурнима. И сегодня мы продолжаем чтение 4 главы, описывающей речения именем Господа Читани Махапрабху и также похищение его. Вчера мы закончили на тексте 64, мы сегодня продолжаем из 65. Jaya Jaya Shri Chaitanya Jaya Nityananda Jaya Dvaita Chandra Jaya Gaurabhakta Vrinda Jaya Jaya Shri Chaitanya Jaya Nityananda Шиши Тани Чири Бхагавата, 4 глава Адиканды, текст 65. Jaya Nityananda Jaya Chaitanya Prabhu Paramasundar, katite kinkini bhaji ati manohar. Ползающий на четвереньках Господь был необычайно прекрасен. Звон маленьких колокольчиков, привязанных к его поиску, очаровывал людей. Комментарий Шила Бхагистанта Сарасвати. Кинкини – это маленькие колокольчики, которые привязывают к веревочке, опоясывающей живот ребенка. Текст 66. Господь бесстрашно ползал повсюду и хватал все, что попадалось ему на глаза, будь то даже огонь или змея. Текст 67. Однажды змея заползла в дом, и Господь схватил ее, желая поиграть. Текст 66. 68. Кундали кария сарпа рахила бидия тхакура тхакила тхара упарэшуия. Змея свернулась клубком, и Господь улегся на нее. Комментарий слова кундали означает «змея», но подразумевается «змея, свернувшаяся клубком». Текст 69. Атхе-вятхе-сабадеки-хая-хая-кари. Шуя-хасэна-право-сар-пи-рау-парэ. Увидев это, взрослые в волнении начали кричать, но Божественный Малыш лишь улыбался, безмятежно покоясь на спине, свернувшейся кольцами змеи. Комментарий. Словосочетание «атхе-вятхе» происходит от санскирских слов «аста-вьяста» или «асты-вьясты» в значении «поспешно». Текст 70. Люди кричали «Гаруда, Гаруда», а родители Господа плакали от страха. «Гаруда царь птиц и враг змей. Даже в наши дни желают защитить себя от укуса змеи. Люди просят прибежища у Гаруды». Интересная в этой связи история с Майяпуром, когда Швила Прабхупада привез своих преданных в Майяпур, и там они начали строить храм, который сейчас называется Швей Майяпур Чандрадая Мандир. То рассказывают, что там было очень много змей. Змеи были повсюду. Да, змеи даже падали с крыш или с потолков на преданных. Причем змеи опасны. Там есть несколько змей. Кобра, конечно, самый знаменитый из опасных змей, но также есть такая опасная змея, как Чакрабора или Гадюка Рассела по-научному или по-западному. Очень опасная змея, которая тоже обладает смертельным ядом. И преданно не знали, куда этих змей деться. Швила Прабхупада повелел поставить мультик Гаруды во дворе храма. И так сделали, и Гаруда там до сих пор стоит, и змеи пропали. Очень интересная история. Так что, как это обычно у нас говорится, работает. Текст 71. Чалила Ананта Шуни Сабара Крандон Пунах Дхари Баре Яна Шри Шачинандан Шум и крики заставили уползти прочь Шри Ананту, однако Шри Шачинандана пытался снова его ухватить. Комментарий. Господь Шри Ананта Шейша принял облик змеи для того, чтобы участвовать в детских развлечениях Гаврачандрой. Присутствующие при этом люди думали, что это обычная змея, и потому, как бывает в подобных случаях, молили Гаруду защитить немая от ее укуса. Услышав крики людей, Ананта поспешил уйти, однако Господь пытался удержать его. Господь здесь лежит на Ананте Шейше. И также во время игр Индрадюна Саровари, описанных в Читании Черетамрите, когда Господь Читания и его спутники проводили игры в водах озера Индрадюна Сароваров Пури, то Адвайт Ачарья принял облик, не облик, но функцию Ананте Шейше. Он остался в своем облике, но он стал необычайно плавучим. И Господь Читания лежал на нем, как на Ананте Шейше, и Адвайт Ачарья плавал по поверхности Индрадюна Саровары, и Господь Читания возлежал на нем. Описывают очевидцы, так что время от времени теряные и преданные принимают форму соответствующих изначальному служению в духовном мире. И поскольку Адвайт Ачарья является изначальным Господом Маха Вишну, он же проявляется как Ананте Шейше, Иногда он такую форму, такую функцию проявляет. Стих 72. Дария ания саби карили на колы, чираджива хао, чирадживи хао кари, на рига на боли. Женщины быстро подхватили малыша на руки, усадили на колени и стали обнимать его и желать долгой жизни. Слово кари означает «делая» или «говоря». Да, преданные спросили, трансляции будут в YouTube или нет. Мы вчера столкнулись с техническими трудностями, заключавшимися в том, что трансляция в YouTube прерывалась регулярно, а трансляция в ВК вообще разбивалась на огромное количество маленьких фрагментов. Поэтому в качестве эксперимента мы решили сегодня не проводить трансляцию в YouTube. Мы запишем это видео и выложим его сразу по окончании этой трансляции. Так что, к сожалению, сейчас мы находимся в месте, где доступ к интернету ограничен и по скорости, и по объему, по трафику. Поэтому мы попытаемся сделать так. Извините за то, что мы не предупредили о том, что в YouTube трансляция на сегодня, по крайней мере, не будет проходить. Проходите. Малхот Раджи. Jai Shri Krishna. Hare Krishna. I can see your comment. К нам присоединился гость из Индии. Текст 73. Кто-то из родственников надел на Господа оберег. Кто-то стал произносить несущие благомантры. Кто-то окропил все тело немая. Чаранамритой святой водой со стоп вишну. Комментарии. В словосочетании свасти вани. Слово свасти состоит из двух слогов. Су-асти. Свасти – это благословение, означающее всех благ. Су-асти, свасти. В словосочетании су означает хорошо, а асти означает будь. Будь. Все хорошо. Всех благ. В словосочетании вишну и паду, хака, означает вода ганги или вода, которую омыли шалаграмм и шилу. Тоже удивительное. Субстанция. Тиранамрита, которая стекает со стоп Господа, вода ганги или вода, которая омывает шалаграмм и шилу. Вишну паду, хака. И в шастрах утверждается, что человек, который регулярно принимает тиранамриту, смывает в его сердце все грехи и все сквернения материальному миру. Линии на наших руках, когда мы принимаем черенамриту, сами собой меняются так, чтобы черенамрита вечно текла по нашим ладоням. Вот на ладонях здесь, в основании, начиная с середины ладони, идет линия жизни и она промывается. Как знаете, когда река течет, она промывает русло. Также черенамрита текущая по рукам смывает все неблагоприятные линии и прочерчивает благоприятные. Но благоприятные нужно помнить для служения Кришне, а не для безбедного или беззаботного существования в материальном мире долгого. То есть, как река находит кратчайший путь к океану, так же и черенамрита, которая стекает по ладони Вайшнава, промывает ему кратчайший путь к верховной личности Бога. И так же потоки повествования, деяния Кришны промывают это русло, по которому он кратчайшим путем может прийти к духовному миру. Тексе на все четвертый. Харе Кришна, Малхатарже! Харе Кришна, Малхатарже! Из Индии, дорогие предмы, должен был поприветствовать гостя из Индии, который принял участие в нашей трансляции. Тексе на все четвертый. Кейха боле бала кира пунарджан махойла, кейха боле джати сарпа тени на лагила. Just for the information of Malhotra, we are reading a scripture called Читания Бхагавата, which describes the past times of Lord Читания Махаправу, who appeared 550 years ago in this world to bring Krishna Consciousness or Krishna Bhakti to the entire world. And he is the one who introduced the chanting of the Hare Krishna Maha Mantra, which is the Sanatana Dharma for this age of Kali. So please join us in chanting and distributing Krishna Consciousness, Krishna Nam, or name of Krishna throughout the world. It is said in Chitanya Chiritamrita that whoever takes birth in the land of Bharata or India, Bharata Bhumiti Khayla Manushi Janmayar, in the human form of life, he or she has to achieve perfection in his life and also distribute that perfection, give it to other people of the world. That's the ultimate, you could say, calling or duty or dharma of those who are born in India. Thank you so much, Hare Krishna. Извините, дорогие, приятно, что переключился на английский, но надо было поприветствовать нашего гостя из Индии и объяснить ему, что происходит сейчас в этом эфире. В тексте, значит, четвертый. Один человек сказал, что ребенок обрел вторую жизнь, однако кто-то мудро заключил, что это был сам царь змеи, поэтому с ребенком ничего не произошло. Комментарий Шила Бахстанты Сарасвати. Словосочетание джати-сарпа означает «большой змеи» или «царь змеи», тот, кто служит Господу, как его ложе. Слово «тэни» означает «по этой причине» или «по этому». Слово «лангила» означает «укушенный». Текст 75. Шри Гурачандра смотрел на всех, улыбался, он снова и снова пытался догнать змею, но его каждый раз останавливали. Текст 76. Харе Кришна Никита, рад Вас видеть после долгих лет разлуки. Любой, кто услышит эти сокровенные повествования, неизвестный даже ведом, будет спасен от ядовитого укуса змеи материального существования. Неизвестный, неизвестный, а еще раз повторю. Бхакти и кари эй ей саба сведешуня гопьяшуни самсара буджанга тари наакаре и лангана. Любой, кто услышит эти сокровенные повествования, неизвестный даже ведом, будет спасен от ядовитого укуса змеи материального существования. Интересно, как в аре Бхакти власе приводится мантра, с которой ученик должен обратиться к духовному учителю перед инициацией, во время инициации. Трай сва боджа ганадха гурор самсара вахнина. Дагдамамам каладаштамчан твамахан шеранам гатага. Мой духовный учитель, повелитель миров. Я горю в океане материального существования. Гурор самсара вахнина. Дагдам. Я в этом огне самсары горю. Я также укушен, здесь говорится, дагдам. Мам каладаштамчан. Каладаштам. Я укушен змеей времени. Твамахан шеранам гатага. Поэтому принимай приближущее у тебя, что ты спас меня от укуса змеи времени, от падающего огня, пылающего огня материального существования. И лекарства, которые прописывает духовный учитель в разных дозах и в разных пропорциях, но одно и то же лекарство, это слушание, воспевание славы Господа в обществе его преданных, которые избавляют человека от материального существования. Так же, как в другой мантре говорится в другом стихе, а так же, как человек, укушенный материальным существом, змеей может избавиться с помощью специальных трав и мантр от эффекта яда. Так же и тот, кто в материальном существовании находится в этом материальном мире и страдает от яда материального существования, может спастись. Благодаря харинама махамантры аушиди. Харинама махамантры аушиди означает лекарство аушиди. Харинама махамантры, который принес Господа читания Маха Праму. Словосочетание, комментарии, словосочетание самсара буджанга означает змея материального существования. Словосочетание самсара буджанга. Буджанга означает так, кто ползает на животе. Самсара буджанга, буджанга. Означает змея материального существования. Если эта змея, укусив живое существо, поражает его ядом жажды, приходящих наслаждений, усиливающих привязанность к материальному существованию. Таким образом, отравленные ядом мирских удовольствий. Живое существо считает себя наслаждающимися и забыв Говорон Нарайану, ищет призрачного счастья. Обсуждая игры Верховного Господа, Говорон Нарайана, спящего на ложе Анантешейши, преданный никогда не станет рассматривать Господа, исполненного шести совершенств, как обычную обусловленную душу, находящуюся во власти Майи. Благодаря этому он сможет познать себя, как вечного слуга Господа, и превзойдет стремление к местским удовольствиям. В этой связи рекомендуем обратиться к стиху Шимадбхагаватам. Он, человек, помнящий о том, как Кришна изгнал змею, змея Кали, в океан, не будет бояться тебя. Он, несомненно, очистится от всех греховных последствий. Вскоре малыш Шиша Чинандана начал ходить и стал играть по всему двору. Чинья Кандарпакоти Сарвангирарупа Чандыра Лагае Садха Декхи Е Сэмука. Сверхъестественное очарование Господа затмевало красоту миллионов богов любви. Даже луна мечтала увидеть его. Комментарии. Бесконечно прекрасное и сладостное лицо Шри Гаврасундара затмевало красоту миллионов лун. Поэтому сам бог луны мечтал увидеть Шри Гаврасундара. Текст 79. Вьющиеся локоны обрамляли лицо Господа. Благодаря лоцеподобным глазам он выглядел как гопал. После шока с гакулой. Текст о комментарии. Слово Сувалита означает изящно украшенный и чанчара вьющиеся. Балакеша – это волосы, закрывающие лоб. Слова гопалера веша означают одетый как крышна. Тело Шри Махапрабу – это тело Крышны. Цвет его тела – это цвет тела Шри Радыки. А его настроение – это настроение гопи. Поэтому он выглядел как мальчик-пастушок. Текст 80. Аджана, Аджана, Ламбита, Буджа, Аруна, Адхара, Сакала, Лакшана, Юкта, Вакши, Вакша, Парисара. Длинные руки Господа достигали колен, грудь его была широка, а губы красны. Его тело было отмечено всеми благоприятными знаками. Комментарии. Слово Аруна означает цвета крови или красной. Аруна. Текст 81. То есть у Господа все части тела необычайно прекрасны. Любая из них обладает способностью полностью привлечь внимание и ум. И написывается в Бхакти-Расамвита-Синду много трансцендентных качеств. 64 трансцендентные качества Кришны. И начинаются они с описания его внешности. Аямнета Сурамьянга означает, что он Сурамьянга радует глаз. Сурамьяанга. Сарвасаллакшинанвитага украшен всеми благоприятными признаками, указывающими на его божественное происхождение. То есть, когда они все одновременно сочетаются в одной личности, то понятно, что это Бог. Другой, никто другой таким совершенством обладать не может. Сарвасаллакшинанвитага ручара тыджаса юкто. Его тело излучает сияние. Он украшен, он очень силен и также вечно юн. Виита, адбута, баша, и так далее. Там удивительные качества Кришны описываются. Но первый стих посвящен описанию физической формы Господа. Именно по этим физическим признакам иногда полубоги, даже как Брама, определяют, с кем они имеют дело. А когда Притху Махараш появился, то описывается, что Брама исследовал его ладони и его стопы на предмет наличия качеств признаков, указывающих на то, что он Верховный Господь. Текст 82-й. Балакасва бхавипрабхуя бичалияя рактападхина декимаитрасапая. Когда в озорном настроении Господь играл повсюду, мать Шатя часто пугалась, думая, что красноватые стопы, принимая, кровоточат. В комментарии. Поскольку лотосные стопы и пальчики ног Господа были розово-красными, как цветы граната, Шатя Дэви пугалась, думая, что на них кровь. Текст 83-й. Видя это, Шатя Дэви и Джаганатха Мишра постоянно удивлялись. Они были бедны, но их сердца не покидало неземное счастье. Комментарии. Когда великая личность рождается в семье, общение с ней освобождает множество родственников из материального рабства. В это верят богобоязненные люди, считая своего сына великой личностью Шатя Дэви. Джаганатха ожидали удачи для своей семьи и надеялись на освобождение. Текст 82-й. Однажды они шептались в уединении. В наш дом пришла великая личность. Текст 85-й. Может быть, теперь, после его рождения, нашим материальным страданиям придет конец. Текст 86-й. Мы никогда не видели, нигде не видели ребенка, подобного ему. Стоит ему услышать пение имен Хари, он сразу начинает улыбаться и танцевать. 87-й. Таван крандана кари прабудана мани. Бада кари харидвани яванна шуни. Когда он плачет, ничто не может успокоить его, кроме громкого киртана. 88-й. Уша кали хайлей ятыка наригана. Балаке видия саби карисан киртана. С самого раннего утра городские женщины собирались вокруг Господа и воспевали святые имена. Текст 89-й. Они пели, хлопая в ладоши, а Гавра Сунда радостно танцевал. Текст 90-й. Гада гади яя прабуду лая дусара. Утхи хасей дана нира колера упара. Он падал на землю, катался по земле и весь в пыли взбирался на колени своей матери. Комментарий. Словосочетание гада гади яя означает катаясь по земле, а слово дусара означает покрытый пылью. Текст 91-й. Когда Гора Чандра танцевал, он делал это так забавно, что все ощущали блаженство, несравнимое ни с чем. Словосочетание анга-банги означает размахивать руками. Текст 92-й. Никто не мог понять, что Господь побуждал людей своими проделками непроизвольно петь имена Бога. Комментарий. Малыш немай хитростью побуждал людей совершать харинама с ангиртану. Обычно люди не могли понять, как ему это удавалось. Янатена Пракарена. Монах Кришна не вешает. Говорится в шастрах так или иначе. Нужно привлечь ум к воспеванию Кришны или размышлениям о Кришне. И Господь Читания делал это с младенческих, с младых ногтей, как говорится. Текст 93-й. Господь то вбегал, то вбегал из дома. Он был такой неугомонный, что никто не мог за ним угнаться. Текст 94-й. Иногда Господь выходил один на улицу и просил людей, которых видел рис, бананы или сладости. Комментарий. Слово Экешвара означает один или без сопровождения. Употребление измененной формы этого слова, Ашвара, до сих пор распространено. В районах Нойакхали и Чатсиграми, Бангладеш 95-й. То есть Шрила Бахистантов Сарасвати Такур, который пишет эти комментарии, был сведущим во всех разделах знаний, в совершенстве. Вот он здесь даже тонкости, как это называется, этнографические тонкости, употребление разных глаголов, упоминает в комментариях глаголов бенгальского языка в различных районах Бенгалии тогдашнего времени. 95-й текст. Даже случайные прохожие, очарованные небесной красотой Господа Чайтани, дарили ему все, что бы он ни попросил. Они давали ему бананы и сандэ, шладости, и Господь довольный возвращался домой. Текст 97-й. Затем он раздавал угощения женщинам, которые пели святые имена. Все радовались, смекалки немая, смеялись, и хлопая в ладоши пели. Хари, хари. Текст 99-й. Нимай выбегал на улицу в любое время, утром, в полдень, вечером и ночью. Комментарии. Вихане – это слово из языка хиндии, оно произошло от слова вибхата в значении утром. Вихане. Текст 10-й. Нимай выбегал на улицу в любое время, утром, в полдень, вечером и ночью. Нимай также любил почти каждый день забираться в дома соседей, шалить там. Текст 101-й. Карогхаре дугдапие каробхатакхая хандибханге ярагхаре кичунахипая. Он выпивал их молоко и съедал рис, а если не находил ничего съестного, то бил горшки. Слово ахандэ означает сосуд или глиняный горшок на хинди. Текст 102-й. Ярагаре шишута ки тахаре кандая кейха декилей матра утхия палая. Обнаружив в доме младенца, Нимай заставлял его плакать, а если кто-то замечал его, он быстро убегал. В общем, здесь полная налогия того, что делал Кришна в свое время. Пять тысяч лет назад в деревне Вриндавна также прибирался в соседние дома, выпивал молоко, разбивал горшки, проказничал. И если дети спали, он щипал детей и заставлял их плакать и убегал. Текст 103-й. Если же хозяину удавалось поймать Нимай, он падал им в ноги и умолял отпустить его. Со следующими словами. Текст 104-й. Пожалуйста, отпустите меня, я больше не буду шалить, обещаю. Текст 105-й. Видя смертливость малыша, никто не мог даже разозлиться на него. Наоборот, это лишь усиливало любовь к нему. Комментарий. Слово «перит» означает любовь. Текст 106-й. Люди проявляли к нему больше нежности и любви, чем даже к собственным детям. Стоило им лишь у него увидеть, как он точно же похищал их сердца. Комментарий. Бесподобный, очаровательный, сладостный угли гора Кришны, повелителя, сам вид шакти, притягивает к себе всех чистых живых существ. Об этом читайте в стихах 3, 2, 12 и 10, 19, 40. Шримад Бхагаватам. Давайте, дорогие предные, прочитаем эти стихи. Шри, Шилаб Бхагистан Старасхlin такой рекомендует нам их прочитать, поэтому почему бы не воспользоваться его рекомендацией. Сейчас я открою их, одну секунду. Три, два, двенадцать. Итак, три, два, двенадцать, который рекомендует нам преследующего буйства. Господь явил себя в этом бренном мире посредством своей внутренней энергии, Йога Майя. Он пришел сюда в своей вечной форме, которая идеально подходит для его игр. Игры Господа поразили всех, даже тех, кто был очень горд своими достоинствами, включая самого Господа в образе Господа Вайкунхи. Вот почему. Его, Шри Кришне, трансцендентное тело является бушина бушина ангам, означает украшение всех украшений, надетых на него. И еще один текст. Десять. Девятнадцать сорок. О, здесь похожая опечатка. Такого текста нет в девятнадцатой главе. В девятнадцатой главе всего шестнадцать стихов. Стих сто седьмой. Эй, матаранга кари, Вайкунхирарая, стиранахи эко тани, була еседая. Так повелитель Вайкунхи совершал свои детские игры, полные постоянных проказ развлечений. В комментарии слова Вайкунхирарая указывают на повелителя Вайкунхирарая. Стих сто седьмой. Стих сто седьмой. Стих сто седьмой. Однажды два вора увидели Господа и подумали, чей это ребенок играет на улице. Текст сто девятый. Заметив, что Господь носит роскошные украшения, воры решили его похитить. В комментарии слова Диби означает лучшие, превосходные или прекрасные. Слово Харибары означает, что похитить. Слово Парикара означает способ или средство. Стали обдумывать, как же похитить его украшения. Интересно, что недавно, буквально несколькими стихами ранее мы читали, что Шачи Деви, его мать и Джаганадха Миша, его отец, жили в бедности, но при этом Сан Господь был украшен роскошными какими-то украшениями. Очевидно, несмотря на бедность, так или иначе, родители нашли, находили способ украшать своего любимого сына. Один из них подхотел его на руки и сказал, мой малыш, мой малыш, другой вторил ему, где ты пропадал так долго? Проявили к нему родительскую любовь, притворную, но даже это сходит с рук и приводит человека к духовному развитию, даже если он притворно выражает такие чувства, как Шрилапрупада пишет об этом в читании «Чаритамрити», и также в «Нектаре предности» он пишет о том, что даже иногда притворщики Сахаджи поют о Кришне с напускными слезами на глазах. Но он говорит, что это тем не менее хорошо, даже это хорошо, если они поют о Кришне со слезами, а это говорится в «Нектаре предности», «Нектаре наставлений». Даже если они притворяются и изображают какие-то притворные эмоции, эти эмоции окажутся не для них благотворными со временем, и они разовьют чистую любовь. Текст 111. «А ну-ка, пойдем домой», — сказал ли вор, и Господь беззаботно улыбался. «Да, пойдемте домой», — отвечал он им. Слово «джат» происходит от слова «джайтити», в значении «немедленно». Текст 112. «Воры постепенно уносили Господа все дальше и дальше. Прохожие думали, что это их ребенок». Текст 113. «Арбударбудалока кейбакаричине, махапхушта чора аланкары дарашани». В Новодипе было много миллионов людей. Вообще в то время Новодипа была центром образования, центром торговли, очень благатый, процветающий город. Не случайно Господь Читания родился там. Сейчас это такой более-менее захолустный городок Новодипа. Ну, достаточно большой, но такой уж с экономической точки зрения или с точки зрения центра образования. Не Оксфорд и не Гарвард. А в то время Новодипа была буквально Оксфордом и Гарвардом обучение во всей Индии. Туда стекались бандиты, студенты и браманы. И там также просветала торговля. Он был во всех отношениях с как бы таким столичным городом. И поэтому там жили миллион людей. В этом стихе говорится арбуда, арбудалока. В Новодипе было много миллионов людей. Кто мог бы их узнать? Тем временем воры с большой радостью смотрели на дорогие украшения Нимая. Аланкары дарашаны. Текст 114. Один из них подумал, я заберу себе браслеты. Так оба они грезили о том, как вскоре разбогатеют. Слова, комментарии, слова Тадабалу указывают на украшения, которые носят на запястьях. Словосочетание Кхаймана Кхала означает, есть воображаемые бананы. Иными словами, стремиться к чему-то несбыточному. Очень хорошее выражение можно взять на заметку. Кхаймана Кхала. Манакала означает воображаемые бананы. Канманакала. Есть воображаемые бананы. Стих 115. Воронесли Господа на плечах в сторону своего дома. Нимая улыбался, сидя на их плечах. Комментарии. Слова Мармастханы указывают на тайное убежище воров. Текст 116. Один из воров дал Господу Сандеша, другой сказал. Мы уже почти дома. Текст 117. Так воры обманули малыша, когда они были уже далеко. Родственники Господа стали его искать. Комментарии. Слово Бандия происходит от корня банда, которое означает обманывать или прятать. То есть бандиты, бандиты, может быть, родственное слово. Вообще банда на английском band и на русском банда означает группа людей, объединенной какой-то общей, в данном случае криминальной целью. Поэтому это не связанные слова. Слово чахия означает искать или прослеживать. Родственники стали искать Господа. Видимо, бенгальский язык настолько сильно поменялся за 500 лет, что Шили Бхастанте Сарасвати Токуру приходилось объяснять значение слов. Потому что читание Бхагавата написано бенгали и написано бенгальским шрифтом, бенгальскими буквами. Поэтому легко читать. Обычным людям в Бенгалии слова читания Бхагавата, но, как мне говорили преданные, которые живут в Бенгалии, слова читания Чиртамрита и читания Бхагавата иногда непонятны. Поэтому Шили Бхастанте Сарасвати Токура приходится в своем комментарии объяснять, что означает то или иное слово. Это как, если мы будем читать на древнерусском языке слово полку Игоря Венелеполина, «бяшить, братья, начать и старыми словеши». Уже на слово «бяшить» мы застрянем. Или неправильно поймем, как растекать мыстью по древу. Переводят как «мыслью по древу растекаться», но на самом деле мыстью это «белка». И поэтому растекаться мыстью по древу означает также вот по дереву бегать, как белка, которая практически сливается со стволом. Поэтому в Шили Бхастанте Сарасвати Токура объясняет в своих комментариях иногда некоторые слова, которые, похоже, не знакомы его современникам. Хотя они также говорят на Бенгале. Стих 118. Кто-то кричал «Вишвамбар, иди сюда», а кто-то громко звал «Нимай». Текст 119. Всех охватила паника. Это было подобно тому, как бьется рыба, вынутая из воды. Вот такой паники, агонии все находились без внимания. Как говорилось несколькими стихами ранее, все привлекались к Господам читаний, даже не зная, что Он Господь. И такова природа живого существа. Живое существо привлекается всем, что связано с Кришной. Это влечение минует, проходит стадию осмысления. То есть человек может не знать, что это Кришна. Если Он чистый предан, Он будет привлекаться им. Как сам Нимай привлекал умы всех великих преданных в Навады. Несмотря на то, что они до поры до времени не знали о том, что Он Кришна. Даже Двайт Ачарья, когда Он рассказывал Бхагаватам, рассказывается в читании Сиритамы, все стоило Нимай зайти в это место, где читался Бхагаватам. Он застывал и не мог ничего говорить. Больше смотрел просто на Него и думал, почему я испытываю к Нему такую же любовь, какую испытываю Господу Кришне. Он не мог найти ответ на этот вопрос до поры до времени. Текст 119. А, мы это уже прочитали, про рыбу вынутую из воды. Текст 120. Да, и когда мы теряем эту связь с Кришной, то агония, возникающая при этом, ее невозможно ничем излечить, невозможно ее заполнить чем-либо, не заместить ее чем-либо. Особенно это относится к чистым преданным, который чувствует, как жизнь уходит из их тела, когда они разлучаются с Господом. Разлука может быть вот такой вот внешней, как испытывают здесь преданные Господом на Вадыбе. Или внутренний Господь может скрываться от нашего внутреннего взора и также агония, которая наступает в этот момент. Самое мучительное состояние, которое только возможно представить себе. Единственное, что поддерживает преданного в состоянии жизни, это надежда на то, что Кришна скоро вернется. Так и происходит обычно. Текст двадцатый. Саби-сарва-бхави-лай-ла-говинда-шаран-прабу-лай-яя-чора-апана-бхаван. Все приняли полный прибежищ Шигавинды в то время, а в то время воры уносили немая к себе домой. Текст двадцать первый. Ваишнави-мая-яя-чора-патха-нахи-чинэ, джаганатха-гарэй-ай-ла-ниджагарэ-джан-гьяны. Но зачарованные, вводящие в иллюзию энергии Всевышнего, воры сбились с пути и вернулись к дому джаганатха-миши. Комментарий. Ваишнави-мая – это непредалимая иллюзия Господа, покрывающая сознание живых существ. Текст двадцать второй. Подумав, что они вернулись в свое убежище, воры приготовились забрать украшения малыша. Комментарий. Воры только и думали о том, как бы поскорее похитить украшения, поэтому были нетерпеливы, беспокойны и осторожны. Текст двадцать третий. Один из них сказал, вот мы дома, слезай, малыш. Господь отвечал, да-да, поскорее пустите меня на землю. Слова хай-хай означает да-да. Стих сто двадцать четвертый. В это время Джаганатха Мишра в скорби охватил голову руками, а все родственники не находили себе места. Слова бишада бавина означают глубокую скорбь. Стих сто двадцать пятый. Обманутые люди, Господа, воры опустили немая на землю, решив, что достигли своего дома. Текст двадцать шестой. Нимай тотчас же бросился в объятия своего отца, ликующие возгласы хари-хари заполнили двор. Текст двадцать седьмой. Невозможно описать, что чувствовали люди в этот момент. Казалось, жизнь снова вернулась в их тела. Комментарий. Слово ранга означает счастье и ликование. Текст двадцать восьмой. Тут воры осознали, что попали не туда, куда хотели, но не могли понять, куда именно. Текст двадцать девятый. Поднялся шум, но никто не понял, что произошло на самом деле. Тогда никем не замеченные и перепуганные воры скрылись. Комментарий. Слово авадхана означает цель, взгляд или поиск. Текст сто тридцатый. Как удивительно думали воры. Может, нас кто-то колдовал, предположил один из них. Комментарий. Что уж говорить о неудавшемся похищении драгоценностей с тела Господа. Под влиянием божественной иллюзии они сами вернули его домой. Поняв, что произошло, они в страхе бросились бежать. Позже, размышляя над произошедшим, с ними чудом они не могли прийти в себя от удивления. Слово «белаки» является соединением слов «бул» и «карти» означает магия, колдовство, головский чар или обман. Текст тридцатый. Чандира келэйна аджи болай дуи чоры с устах ай я дуи чора кола кули кари. Богиня Чанди спасла нас сегодня. Заключили воры. Успокоившись, они обнялись. Комментарий. Слова Чандира келэйна означают «Наша дорогая богиня Чанди защитила нас сегодня». Текст тридцатый. Парамартхи дуи чора махабагяван. Нараяна яра сканди кари ла утхан. Воистину эти воры самые удачливые из людей, ибо им посчастливилось нести на своих плечах самого Верховного Господа. Комментарий. Слово «парамартхи» означает «воистину» или «на самом деле». Невозможно описать, какую удачу достались эти воры. Тысячи людей, занятых многими духовными практиками, не способные обрести прямое служение Господу Хари, недосягаемое даже для самого Брамы. Но, несмотря на преступный образ жизни и благодаря прошлой праведной деятельности, воры обрели право нести на своих плечах Верховного Господа Шри Гаура Нараяну. Слово «карила утхан» означает «возобравшись» или «воседая». Текст 133. «Тем временем каждый думал, кто принес малыша? Давайте подарим этому человеку новый шелковый тюрбан». Комментарий. Когда человеку возвращают потерянные богатства, он хочет наградить того, кто их нашел. Поэтому старшие родственники, страдавшие в разлуке снимаем, хотели сделать подарок тому, кто нашел ребенка. У меня был такой случай, когда я забыл сумку с Божеством Кришны с Гапалом в аэропорту города Куал-Вумпур. И буквально перед посадкой в самолет обнаружилась пропажа. И я могу понять, что испытывали преданные родственники пропавшего Немая в какой-то маленькой степени. И потом буквально уже в последние минуты перед посадкой объявили, что такой-то, такой-то, продадите к стойке информации. Я тогда бросился бегом. Мне сказали, что мы что-то потеряли. Я сказал, что именно я писал. И мне вручили эту сумку и телефон того, кто ее нашел. И радости моей не было предел. У меня до сих пор хранится номер этого человека, которого зовут Абу Касим, который нашел сумку с Божеством Кришны и вернул ее. Поэтому все еще жду возможность его отблагодарить за это. Текст 134. Кто-то сказал, я видел, как двое людей принесли Немая, но куда они ушли, я не знаю. Текст 135. Так как никто не признался в том, что это он принес малыша, все были очень удивлены. Слово Бхола происходит от слова Бхула, которое означает ошибка, заблуждение, люди или потеря рассудка. Текст 136. Взрослые спросили Немая, «Малыш, скажи нам, кто принес тебя, где тебя нашли?» Текст 137. Прабу боли ами гия чину ганга тире, тат патха харайя ами веда и нагары. Господь отвечал, я отправился на берег Ганги и заблудился. Текст 138. Здесь слово пропущено, поэтому не хватает. Я блуждал по улицам, но затем двое взрослых взяли меня за руки и принесли сюда. Текст 139. Люди заключили, священные писания не лгут. Дети, старики, беспомощные люди всегда находятся под защитой Господа. Комментарии. Слово дайва указывают на невидимого всемогущего Творца, Господа Вишну. Текст 140. Околдованной иллюзией Господу Вишну люди строили различные предположения, но так и не смогли понять, что же произошло на самом деле. Комментарии. Господь Вишну вечен, полон знаний и блаженства. Иногда Он милостиво приходит к человеку и наставляет его трансцендентной науке, а иногда околдовывает человека своей божественной иллюзией, которую обычно используют для того, чтобы ввести в заблуждение демонов. Майя или зорная энергия также известна под именами Вайшнави и Дайви Майя. Как говорится в Бхагавадгите 7.14 Практически невозможно преодолеть влияние моей божественной энергии, состоящей из трех гун материальной природы. В Шимадбхагаватам сказано Итак, Он полностью посвятил ум преданному служению Бхагдии Йоги, в котором нет ни малейшей примеси материального, и увидел абсолютную личность Бога и его внешнюю энергию, в целом находящуюся в его власти. Это описание Трансависадевы из 7 главы, первой песни Бхагаватам, текст 4. Живое существо трансцендентно, которому гуну материальной природы, но находясь под влиянием этой внешней энергии, оно считает себя порождением материи и потому испытывает материальные страдания. 1.7.5 Майя означает «то, чего нет». Шилл Пупа также часто переводил слово «майя», следуя словам Шилл Бхагистанда Сарасвати Такур «майя», «то, чего нет». И также Шилл Бхагистанда Сарасвати Такур переводил слова «майя» как «мияты анаяйти майя», «то, что можно измерить». Этого нет, но это можно измерить. Иными словами, майя заставляет живое существо пытаться понять, измерить и извлечь удовольствие из материальных объектов посредством воображения. Кая Манакала. Манакала. Есть воображаемые бананы. И потом в уме считаем, сколько у нас их воображаемых бананов, потом их едим. Однажды Шилл Пупа давал интервью корреспондентам, один из них сказал. И он сказал, что тот, кто знает Кришну, знает все. И один корреспондент в Америке это было, он подумал, нельзя выпускать такую возможность. Поймать, так сказать, Шилл Пупа в этом утверждении. И он спросил, ну, если тот, кто знает Кришну, знает все, и вы знаете Кришну, значит, вы знаете все. Скажите, пожалуйста, сколько окон в Empire State Building? Empire State Building – это большой небоскреб в Нью-Йорке. Сколько там окон? Он-то, может быть, сам знал ответ, как он думал. И Прабхупада посмотрел на него и сказал, столько же, сколько капель воды в Мираже. Столько же окон в Empire State Building, столько же, сколько у нас воображаемых бананов. Сколько угодно. Все это иллюзии. И говорит Шилл Пупа, что мы пытаемся понять, измерить и извлечь удовольствие из материальных объектов посредством воображения. Вначале понять, потом их мы считаем, потому что счет – это необходимое свойство материального существования. Мы считаем, чтобы убедиться в том, что нам хватит. И потом пытаемся из этого, из этих воображаемых, посчитанных нами бананов извлечь удовольствие. Говорит Сумая Муды Дживир Ра Нахи Сватах Кришна Гьян. Околдованные божественные люди и живое существо не может самостоятельно обрести знания о Кришне. Поэтому материалисты не способны понять наука чистой и трансцендентной абсолютной истине, известной как Бхагаван, Бхапараматма и Брахман. Текст 141. Какие чудесные игры проводил Верховный Господь, Повелитель Вайкунхи. Кто сможет понять их без милости самого Господа? Текст комментарий. Слово ранга означает наслаждаться играми. Желающим глубже понять вторую строку данного текста, советуем обратиться к молитвам Брамы, стиху 10, 14, 29. Давайте попытаем счастье предное. 14 глава точно написывает молитву Господа Брамы. Сейчас мы прочитаем. Господь Брама говорит, О мой Господь, познать Твое истинное величие может только тот, кто удостоился хотя бы капли милости Твоих холостных стоп. Но те, кто пытаются достичь Верховную Личность Бога силы собственного ума, не добьются успеха даже годами изучая веды. Вот эта вторая строчка, которую имеет в виду Шилабхистанта Сарасвати Такур. И мы заканчиваем, дорогие преданные, двумя последними стихами текста 142. Любой, кто слушает эти повествования, неизвестный даже ведам, несомненно обречет непоколебимый преданный сладостным стопом Шри Читани Махапрабху. И текст 143. Шри Кришна Чайтанья Нитянанда Чандаджан Вриндавана Даса Тачфу Падаю Гиган. Шри Кришна Чайтанья Шри Нитянанда Моя Жизнь и Душа. Так поют славу их лотосным стопом Вриндаван Даса. Конец 4 главы Шри Читания Бхагаваты Адиканды. Дорогие преданные, на этом мы закончим сегодняшнее чтение. И ждем вас завтра в это же время в 6.30 по московскому времени. Для продолжения чтения с 5 главы Читания Бхагаваты. 5 глава называется «Нима и вкушает подношение странствующего Брахмана». Большое спасибо за ваше участие. И, как я сказал в начале, мы сегодня по техническим причинам решили не проводить трансляцию в YouTube. Однако это видео записывается и будет сразу же по окончании нашей трансляции, выложено на канале YouTube, а также в группе ВКонтакте. Шрила Прабхупада Кий Джай Гранта Радж и Читания Бхагавата Кий Джай Гоурапримананди Харихарибол.